Или, Финляндия. Родители финских хоккеистов-юниоров не могли поверить своим глазам, когда увидели уровень подготовки юных русских хоккеистов. Юси-паси. Или, Финляндия. 2 декабря 2019 года. В октябре 2019 года юниоры из города Турка отправились в поездку, которая точно останется в их памяти надолго. Родители юниоров тоже хорошо ее запомнят. Опытный хоккейный тренер Исма Лихконин. Исма Лихконин, поехал вместе с финскими мальчиками 2007 года рождения в Санкт-Петербург на хоккейный турнир. И отвез элитную команду из города Турку. Хорошие и усердные ребята с горящими глазами, рассказывает Лихконин. Тренер Исма Лихконин хорошо знал, что их ждет в России. Однако родители финских юниоров даже не догадывались, с какими соперниками их сыновьям придется встретиться в Санкт-Петербурге. Я сказал родителям, держитесь, вспоминает Лихконин и смеется. С командой из Турку встретились юниоры ведущих команд КХЛ. Уровень игроков был неравным. Эти ребята живут на базе и целенаправленно тренируются на ней уже третий год, поясняет ситуацию Лихконин. База – это хоккейный центр, куда приезжают спортсмены высокого уровня, чтобы сосредоточиться на тренировках. В течение трех будних дней 12-летние спортсмены дважды тренируются на льду и дважды тренируются в спортивном зале. Один день посвящен долгой тренировке на льду и тренировке в зале. В выходные проводятся от 4 до 6 матчей. В выходной на неделе только один. Условия для тренировок обеспечила КХЛ. Поддержка юниоров в России – политическое решение, говорит Лихконин. Сами Тимес и Уиши Споки Финниш. Тыси Санис учтими. Исмолик Анинаст Эксперт Энли Иго ТВ. Иамно Цури Саитаны Танкабоу. Тыссони Артури Таук. Пич.твиттер.чон. Слешу пятер на ладину. Патрик Бексел. Собака Зеп подчеркивание Апс. 22 января 2019 года во время поездки Исмолик Конин много разговаривал с российскими коллегами. Они рассказали, что за последние 4 года произошли грандиозные изменения. КХЛ предоставляет юниорам условия для тренировок и проведения матчей и обеспечивает высочайший уровень подготовки. У юниоров были условия того же уровня, что и у лучших финских команд участниц чемпионатов Финляндии. Русские ребята за неделю достигают на тренировках таких успехов, которых финские юниоры добиваются за месяц, говорит Исмолик Конин. Качая головой. В Северной Америке все устроено так же. А у нас в Финляндии, например, в Хельсинки, ужасная нехватка ледовых площадок, с беспокойством говорит Исмолик Конин. Разница в уровне игры была колоссальной гостью из Турку. Приехавшие в Санкт-Петербург, смогли увидеть, каких результатов можно достичь благодаря прилежной, целенаправленной и длительной работе. Разница в уровне игры была колоссальной. Российские юниоры отлично играли. Эти ребята – спортсмены высокого класса. Вспоминает Исмолик Конин. Группа Легко Нина сыграла в Санкт-Петербурге в общей сложности в семи матчах. В первых четырех встречах у команды из Турку не было ни малейшего шанса. В следующих трех матчах ситуация была получше. Сокрушительных поражений удалось избежать. После этих матчей ко мне подходили родители финских юниоров. Они говорили, что эти русские ребята могут выиграть, и хоккей им больше не будет приносить удовольствия. Я представил себя в их возрасте – 10-12 лет – и задумался, где мне было бы интереснее – на базе или где-нибудь еще. Я бы выбрал базу. Желающих тренироваться на базе в России много. Конкурентные преимущества у восточного соседа связаны не только с условиями тренировок, но и с большой массой игроков, из которых отбирают лучших. В команду петербургского клуба СКА каждый год поступают тысячи заявок. Из них отбирают игроков для элитной команды, рассказывает Исмолик Конин. 27 октября 2018 года Лих Конин выслушал тревожные речи родителей команды из Турку, а затем задал им встречные вопросы. Он поинтересовался, что финские игроки могли бы делать каждый день, чтобы сократить разрыв с противниками. Сколько времени ваши дети проводят за телефоном? Ага, 2 часа. А за компьютером? Ну, по крайней мере, час-полтора, понятно. А в приставку играют? Полтора или два часа? Ага, по моим расчетам, в общей сложности это 5,5 часов в день. По мнению Исмолик Конина, никто не спрашивает у детей, что они хотели бы делать ради своих увлечений. Когда детям нечего делать, они пытаются занять свое время любым способом. А родители боятся, что их ребятня выгорит. Но ведь дети все время хотят что-то делать. Занятия должны быть разносторонними и веселыми. В российских хоккейных клубах следят за тем, чтобы униоры тренировались не только на льду. Проводятся тренировки по футболу, баскетболу, волейболу и пляжному волейболу. Тренажерные залы – самые современные. В создание условий вкладывается много денег. Все ради молодежи. Давайте, ребята, тренируйтесь. Однако Легконин все же не может назвать тренировки в России абсолютно безупречными. Не знаю, нравится ли эта система самим ребятам. «Я смотрел на тренеров. Там было довольно много представителей старого поколения», – говорит Легконин. В Финляндии главные тормоза – родители идеальные условия для проведения тренировок у соперников. Не единственное, что беспокоит опытного финского тренера. Одна из важнейших проблем – низкий уровень базовой физической подготовки финского спортсмена, если он планирует выйти на элитный уровень. Если ребенок учится в девятом классе, то это значит, что в следующие четыре года нужно будет тренироваться 2,5 тысячи часов. Плюс, если речь идет о командных видах спорта, за эти четыре года предстоит сыграть в 350 играх. На тренировках нужно постоянно заниматься с профессиональным тренером, чтобы достичь высокого уровня, – говорит Исма Легконин. Даже болельщик понимает, что тренироваться в таком объеме можно лишь в том случае, если базовый физический уровень будет достаточным. По мнению Легконина, у большей части финской молодежи такого уровня нет. Это меня волнует в нашей стране больше всего. Юноши, которые учатся на первом курсе лицея, совсем не подходят для таких соревнований. Базовая физическая форма у многих довольно слабая. А потом мы удивляемся, что молодые спортсмены все чаще и чаще сдают. Им следует уже в 18 лет играть по 100 матчей в сезон и ежедневно тренироваться от 3 до 5 часов, – продолжает Исма Легконин. В этом вопросе Легконин хочет обратить больше внимания на родителей. По его мнению, не все понимают, что нужно юному спортсмену, который стремится к спортивным вершинам. В Финляндии главные тормоза – родители, в 99,7 их из 100. Если ребенку, к примеру, нравится бег на длинные дистанции, то родители начинают бояться, что ребенок может выгореть. Никто не спрашивает у самого ребенка, чего он хочет, с возмущением говорит Легконин. Родители должны оказывать поддержку детям, серьезно занимающимся спортом. На спортивную вершину не попасть, если родители не будут создавать своему отпрыску достаточно хорошие условия для развития. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал хоккеистом высокого уровня, или если этого хочет сам ребенок, нужно создать хорошие условия. От родителей требуется оказывать ребенку помощь по максимуму. Вопросы физической подготовки, медицины, навыков, моральной помощи. Та же история применима, к примеру, к музыке. Если хочешь стать великим музыкантом, то нужно попасть туда, где учат лучшие преподаватели, проводят параллель Легконин. Исма Легконин хотел бы, чтобы родители делали правильный выбор. Он подразумевает оказание ребенку помощи в развитии спортивных навыков в течение многих лет. Родители могут выбирать, бутылочка пива в пятницу или субботу, поход в бар или целенаправленные занятия с ребенком. Это не вопрос недели или года, это вопрос многих олимпиад. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.